Две акции протеста прошли одновременно перед зданием столичной мэрии. Первая группа манифестантов выразила недовольство тем, что 16 лет назад вложили деньги в квартиры, но до сих пор не получили ни квартир, ни денег обратно. Здание попросту не достроили, а строительство заморозили. Другая группа протестующих пожаловалась, что их дом хоть и построили, но в эксплуатацию ввести не могут из-за того, что мэрия не выдает разрешения на строительство парковки. Чаяние людей. Выслушала корреспондент ЭВ8. Около 20 возмущенных граждан пришли сегодня к столичной мэрии требовать справедливости. Одна из недовольных поведала, что отдала за квартиру 23 тысячи евро, но дом, который планировалось построить на улице Алба-Юля, так и не возвели. Мы вложили средства в дом, а он так и не был построен. Я не знаю, что они сделали с деньгами. Спустя 16 лет деньги людям не вернули, и строительство остановили. В толпе протестующих узнали мы и еще одну историю. Пришедшая сюда женщина хотела тогда купить квартиру для своей дочери. С 2005 года инвестировала 30 с половиной тысяч евро, а до сих пор ни денег, ни квартиры. Снимаете сейчас жилье? Нет, это квартира моей дочери. По словам мэра, который раньше уже писал об этом случае, в 2015 году администрация стройфирмы, находившейся в процессе неплатежеспособности, подала в суд на управление капитального строительства и столичную мэрию и потребовала компенсации за подготовку документов, услуги по проектированию, экспертизу проектов, выполнение работ по возведению и демонтажу фундамента. Это произошло после того, как ранее выданные муниципалитетом документы аннулировал суд, а строительство остановили. С другой стороны, Иоанн Чабан заявляет, что деньги, потраченные компанией, запрошенные в качестве компенсации, были направлены не на строительство многоквартирного дома, а на другие, личные нужды главы компании. Но тот обвинение отвергает. Категорически отказывается и говорит, что эти 17 миллионов отданы людям-фантомам. Но мы живые. Строительная компания выиграла оба суда этим летом, и апелляционная палата Кишнева тоже вынесла решение в пользу нее. А мэрию обязали выплатить фирме около 17 миллионов леев. Решение окончательное. Проблемы возникли и с другим возведенным жилым домом. Фирма также отправилась судиться с мэрией. Здание не могут сдать в эксплуатацию, поскольку местные власти не выдают разрешение на строительство автостоянки. Люди говорят, что с прошлого года им обещают, что все решится. Сейчас мы боремся с примарией, чтобы примария выдала нам авторизацию на парковки, которую сама же обязала нам достроить. Практически каждый из нас оплатил сразу же при покупке квартиры 100% квартиры. Мы очень надеемся, что вице-примар Ильич Ибана, который сегодня сказал, что разберется во все, выдаст нам авторизацию, потому что он сказал, что в принципе нет никаких препятствий для того, чтобы выдать эту авторизацию. Протестующие также заявляют, что причиной задержки с оформлением документов на парковку является скандал между мэрией и компанией, но ответственные это отрицают. Советник столичного градоначальника направил нас к его заму Илье Чабану, но тот на наши телефонные звонки не ответил. Ранее муниципальные власти заявляли, что не намерены переводить 17 миллионов долларов и сделают все возможное, чтобы доказать свою невиновность. В прошлом июле столичная мэрия направила в Генеральную прокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела против главы строительной компании за хищение финансовых средств у инвесторов в недвижимость. Месяц назад уголовное дело рассматривали в суде первой инстанции. Было ли принято какое-либо решение по нему, нам выяснить не удалось.